Еда штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе, большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать, что есть, но как и когда. Эти золотые слова профессора Преображенского из булгаковского «Собачьего сердца», увы, и в 21 веке так же актуальны, как и 100 лет назад. Причем не только в России, но и за рубежом. Про еду будем говорить сегодня в ток-шоу «За границей». Я Павел Селин. Здравствуйте. Ну что же, особенности разнонационального правильного и неправильного питания в России и за рубежом обсудим сегодня с моими уважаемыми гостями. Я с удовольствием вам представляю. Алексей Ковальков, доктор наук, врач-диетолог. Александра Шафорост, бизнесвумен, создатель кондитерской компании. Александр Шафорост, Дмитрий Потапенко, производитель продуктов, владелец и создатель розничных сетей и ресторанных сетей. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый. Спасибо, что пришли. И Михаил Ширвиндт не просто телепродюсер, телеведущий, но и самое главное для нас сегодня – ресторатор. Итак, ну прежде чем говорить о разнице в продуктах и диетах, давайте попробуем проследить общемировую тенденцию в этом вопросе. Внимание на экран. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ожирение приняло форму всемирной эпидемии. Причем, как ни парадоксально, даже там, где люди страдают от голода. Однако мир не спешит расстаться с любимыми пищевыми привычками, которые, на первый взгляд, выглядят довольно безобидно. Год назад ученые выяснили, что хлеб содержит экзорфины – гормоны удовольствия, которые не вырабатываются внутри нас, эндорфины, а экзорфин, который переносится извне. Это как наркотик. Поэтому очень многие пациенты говорят, я не могу отказываться от хлеба, я не чувствую сытости, если я не поем хлеба. Хлеб всему голова. Эта пресловутая истина легла в основу пирамиды питания всего западного мира. Однако это произошло вовсе не потому, что хлеб, а вернее углеводы, из которых он состоит, полезны. Мировая тенденция в питании определяется не врачами, и не людьми, и не диетологами, а политиками. Продавать углеводы экономически выгодно. Раз. Это очень важно понять. Второе. Ни одно государство не может обеспечить норму по белку. Хуже всего дела обстоят в Америке. Больше половины населения штатов имеют избыточный вес. Меньше всего проблема затронула Юго-Восточную Азию. Там этот показатель равен всего 14%. В Европе ожирение у каждой четвертой женщины, в России у каждой десятой. Однако по количеству последствий неправильного питания, а это в первую очередь сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания, Россия догоняет Америку, где полных людей много больше. Многие стараются бороться с лишним весом при помощи всевозможных диет. Исключают сахар и сладости, пьют свежевыжатые соки. Простому обывателю даже в голову не приходит, что именно в его рационе питания даёт организму опасный сахар. Один кусок хлеба, съеденный один раз в день, белого, даст вам развитие сахарного диабета в течение шести лет. Только один кусок. Один стакан свежевыжатого сока даёт развитие сахарного диабета в течение пяти-шести лет. И многое-многое другое, о чем люди даже не подозревают. Отдельная проблема – это неправильное питание детей. Причём в данном случае это общемировая тенденция, связанная с потреблением всемирно известной сладкой газированной воды. Мы, если раньше покупали один стакан газировки под званином сиропом по три копейки, то сейчас несут два двухлитровые. Там двухдневная доза углеводов, которая вливается за один день, за один час в ребёнка. И поджелудочная железа, она эволюционно не способна выделять такое количество инсулина. Она просто убивается этой водой. И тем не менее, небольшая положительная тенденция к правильному питанию и здоровому образу жизни в мире всё-таки присутствует. Сегодня модно посещать спортзал и покупать биопродукты. Например, в Германии за последние несколько лет количество магазинов, где можно купить овощи без пестицидов и мяса без антибиотиков, резко возросло. Впрочем, так называемые органические продукты с пометками «био» вовсе не панацея. Иногда совсем даже наоборот. Это здоровое питание в их понимании этого слова. Это обезжиренный йогурт с огромным количеством сахара. Я не считаю это здоровым питанием. К примеру, кусок сала 9 грамм ежедневно входило в меню каждого члена ЦК КПСС, потому что он содержит определённые вещества, определённые жирные кислоты, которые продлевают жизнь. Прогнозы врачей-диетологов неутешительны. Конец света наступит отнюдь не из-за ядерных катаклизмов или экологической катастрофы. При таком уровне углеводной зависимости человечество выродится само за какие-нибудь 200-300 лет. А ведь выжить так просто. Для начала надо просто сократить потребление сахара в 100 раз. Не знаю, как вам, мне лично после этого сюжета так сало захотелось. Я давно не ел. С чёрным хлебушком так, да? С хлебушком, да. С ресторатами сегодня поговорим об этом, с огурчиком. Ладно, если серьёзно. Алексей, во-первых, самый главный вопрос. Я знаю, что вы похудели на сколько-то килограммов. Сколько это? Ну, знаете, я никогда этим не горжусь, потому что, во-первых, я похудел не совсем правильно, а во-вторых, после меня миллионы людей, герои, которые похудели. Алексей, объявите цифру. Ну, я на 70 килограммов. 70! 70 килограммов. Это не геройство. Дело в том, что вот у нас в клинике мы посчитали общее количество веса, которые сбросили за два года люди, у нас оставили в клинике. Только одна клиника в Москве. Это примерно два вагона жира. Так что эти 70 килограммов, это мизер, звёздочка. Звёздочка. Хорошо, возвращаясь к теме сюжета. Вот смотрите, неужели так всё безнадёжно? Помните, как один, по-моему, писатель сказал, «И всюду сласти роковые, и от жиров спасения нет». Вот правда ли так всё страшно? Господин Потапенко при просмотре этого сюжета сказал, повеситься захотелось. Ну, потому что ничего нельзя. Нет, почему ничего нельзя? Можно шашлык есть, можно... Да полно может. Вы знаете, когда ко мне приходят пациенты на приём, я говорю, «Вам надо отказаться, например, от мочного, от сладкого, от макарон, ну, к примеру, да, от картофеля, от риса». И я всё время жду, на каком слове он скажет, «А что же тогда есть?». И вот в зависимости от того, на каком слове он говорит, «А что же тогда есть?», я понимаю, насколько сильна у него углеводная зависимость. А есть люди, которые, наоборот, приходят и говорят, «Ну, мне наплевать на сладости, я могу абсолютно обходиться без конфит, даже без хлеба. А вот без мяса я обходиться не могу. Без котлет, без колбасы я не могу обходиться. Это другая зависимость. Но она лечится гораздо легче, чем углеводная. Но самое сложное – это зависимость на эндорфины, которые содержатся в хлебе. И вот эту зависимость решить крайне сложно. И заметьте, хлеб – единственный продукт в мире, да, который вы можете есть годами. Вот на гречку посадили на неделю, на две, потом тошнить будет от гречки полгода. Там на яблоки, даже на мясо. А вот хлеб и вода, ими можно питаться и не наедаться. И никогда не могли понять, вот из-за чего. И оказалось, что это вот именно те вещества. Там есть какой-то такой природный наркотик, на который ты подсаживаешься. Да, который ты подсаживаешься, он входит в вещество. Так, ладно, все, хлеб вычеркиваем. Понятно. Скажите мне, господа, ну, ко всем вопрос. Вы все очень много путешествуете. А где вот эта, собственно, зависимость, может, на вашем опыте, больше у нас в России или за границей? Ты чувствуешь именно зависимость от каких-то продуктов. От хлеба, от фалафеля, от рульки, от гамбургера. Я сейчас говорю, да, то есть там Израиль, Чехия, Соединенные Штаты. Ну, смотри, если возможно, да. Значит, я могу только, не скажу за всю Одессу, значит, людей я кормлю по России и за рубежом только в Чехии. Я не могу сказать, что есть какая-то прямо такая особая зависимость. Да и, на мой взгляд, зависимость-то и в России, она такая тоже достаточно из другой, как мне кажется, области. Но это больше все-таки действительно к докторам. Она больше, на мой взгляд, психологическая, потому что мы нажираем, мы зажираем несколько других, как мне кажется, вот слово такое, зажираем стрессовые ситуации, как мне кажется, что в основном это для россиян. И есть еще там генетическая память, в общем-то, которая была от дедов, бабушек и всех остальных, там вплоть до собирания крошек. И здесь, как мне кажется, я не сильный специалист, это должны заниматься психологи, действительно диетологи. Здесь надо решать ключевую проблему, это вопрос стрессов, который есть, который человек зажирает. Если там наркотическая зависимость, ну, бог его знает. Потому что вот я сравниваю, почему я делаю такие сравнения, потому что вот мы говорим, алкоголь это легкий наркотик. Например, у меня в магазинах в Чехии крепкого алкоголя по ассортименту существенно больше, чем в России. За счет ограничений и всего остального. И сроки по времени продавать я могу, имею там его существенно больше. Но при этом этот крепкий алкоголь, ну, не сметается с полок. А у нас при всей так псевдо-алкогольной, антиалкогольной кампании, у нас есть алкогольный час. Как у нас только власти ввели его, у нас стабильно, вся очередь так дружненько, посылая власти открытым текстом, отодвигается, и мужички так с бутылочками, тын-дын-дын-дын, потому что им надо. Потому что у нас касса отрубится в 22. Дим, ты понимаешь, что чехи давно и плотно сидят на пиве, да? Они, я бы и не сказал, что они вот прямо там ломятся. То есть там есть, да, то есть вот когда приходят, ну, у нас мы кормим на... Опять же, они пиво не заедают, как правило, ничего. У них другая культура. Вот когда я открывал первый пивняк в Чехии, это была очень, ну, нудная история. Дело в том, что я, ну, к еде отношусь как к бензину, поэтому мне, наверное, просто это делать, потому что у меня нет привязанностей. Они вообще садятся с кружкой пива там за 2 евро, берут кнедлик, и они вот целый вечер сидят с этой кружкой пива. Наши бы уже набумбендились так, что, в общем, там просто мама не горюй. Хорошо. Я хотел бы предоставить слово Дане. Саш, вы долгое время, насколько я знаю, жили и в Штатах, и в Европе, и даже в Сингапуре, да, в Азии. Вот из вашего опыта скажите, где для производителей продуктов самые вольготные условия? Ну, грубо говоря, производителю можно все. Да, я думаю, на каждом рынке есть определенная ниша. Точно так же в Америке есть безумное количество совершенно, скажем так, трэшевых каких-то историй того же, допустим, если печенье мне ближе, там, допустим, я понятнее с печеньем сравнивать. То есть абсолютно дешевое, на пальмовом масле, там оно будет стоить, я не знаю, там, 87 центов за 200 грамм и так далее. А есть, естественно, в том же Нью-Йорке есть диндерюка, где у тебя те же 200 грамм будут стоить уже 15 долларов. Просто никакого пальмового масла. Абсолютно. То есть мне кажется, что, во-первых, абсолютно в каждой стране есть определенная градация покупателей, под них делаются определенные продукты. Мне проще сломать рынок, я амбициозна, и все-таки заставить людей платить чуть больше, но за натуральный продукт, а не опускаться на уровень тех же, я не знаю, там, печенья Любятова или еще чего-то. Скажем так, да, но это все-таки не глобальный тренд, да, то есть все-таки... Это глобальнее, в Штатах тоже самое. Ну, послушайте, если у человека нет денег, но он все-таки купит что-нибудь там подешевле. Мне, кстати, всегда хотелось задать вопрос вот тем, кто производит, особенно продает. Вот я тоже несколько лет жил в Штатах, 6 лет прошел, и я наблюдал такую картину, что практически у каждого крупного магазина продовольственного вечером выставляют продукты, которые портятся на следующий день. Есть ребята, которые приезжают на роликовых коньках, все это стоят с речки, у нас нет ни одного магазина, около которого выставлялись такие продукты. О, это элементарно. Значит, это не происходит по одной весьма прозаичной причине. Значит, Россия единственная страна мира, в которой вы не можете продать товар ниже себестоимости, это в соответствии с налоговым кодексом. Как только вы это делаете, у вас минимум будет камеральная проверка, реальная выездная, и после этого вы закрепите. Это технически невозможно. Это технически невозможно, потому что за рубежом есть даже магазины, которые торгуют товаром либо на просроке, либо на крае просрока. У нас существовал такой рынок Ховрина, который 10 лет власти пытались закрыть, потом они его закрыли, где торговали просроком. Отдать просто даром нельзя? Отдать, такая же ситуация, в соответствии с налоговым кодексом это будет исходиться из чистой прибыли, я с этого должен буду заплатить еще минимум налоги, но это налоговая история. Михаил, хочу у вас спросить, как ресторатора, вы как вообще контролируете качество своих продуктов? Вы знаете, что это за продукты, которые приходят к вам? Есть ли какой-то специальный контроль? Полезные они, не очень полезные. Как у вас это происходит? Ну, продукты должны быть, как вы цитировали Булгакова, продукты осетрины не может быть второй свежести. Продукты должны быть вкусные, хорошие. Я понимаю, что вот открыв свое кафе, которое отчасти ориентировано на такую кухню интернациональную, потому что там есть еврейский уклон, вот мы говорим про Америку, где вот этот все кошмарный гамбургер над ней висит, но при этом мы как основу для кафе взяли заведение, которое в Нью-Йорке наши американские коллеги, которые у нас сейчас смотрят, знают это прекрасно, Jewish Deli, то есть еврейский деликатес. И кухня разнообразная, вкусная. Хорошо. Вот послушайте, господа производители, именно к вам вопрос. Хочу немножко вернуться к теории мирового продуктового заговора. Слава богу, господи, наконец-то. Наконец-то пошло. Сейчас пошла тема. Понимаешь, какая история? Я очень часто встречаю такое мнение, что, скажем так, плохие продукты, плохие, неправильные, нездоровые, все-таки, при всем при том, являются двигателем мировой торговли. Производителям, скажем так, в пищевой промышленности гораздо дешевле использовать не здоровые, а дешевые продукты. И, грубо говоря, на здоровом питании просто мировая продуктовая промышленность заглохнет и встанет, и все. Не совсем так. Вот смотри, я всегда своим коллегам, предпринимателям, когда выступаю, говорю, что основные деньги зарабатываются на туалетной бумаге и бананах. Как ни покажется странно, даже в твоей, казалось бы, интеллектуальной отрасли... Сначала на бананах, а потом на туалетной бумаге. Нет, нет, вот именно на туалетной бумаге и бананах. Компания «Мерседесник» ночью помянут, она зарабатывает деньги основные не на С-классе, а на С-классе. Она пропагандирует один класс, а продает совершенно другой. Это, к сожалению, производственная необходимость. Потому что в производственной линейке ключевое – это загрузка тонны километров. То, чем занимается Сашенька, вот она пошла по линейке хай-энда. Но сейчас она спускается вниз, и главное, чтобы она не свернулась вниз-вниз. Мы поняли, что мы не сможем расти дальше теми темпами. Я не смогу инвесторам говорить о том, что мы продолжаем рост, и мне нужны дополнительные деньги. Если я по-прежнему буду полагаться только на продукт, у которого 95% ингредиентов импортных. Соответственно, я придумала продукт, который абсолютно натуральный, но в котором 99% ингредиентов российские. А, российские. Абсолютно российские. Что это такое? Для того, чтобы избежать все вот эти валютные риски, для того, чтобы была стабильность. Для того, чтобы у меня была возможность предложить продукт на рынок не только в азбуку вкуса, но в тот же Дикси, в тот же Магнит, Пятерочки, Карусели, но принцип компании остается тот же. И вот это я точно никогда не изменю. Первое, это должен быть натуральный продукт. Второе, это должен быть вкусный продукт. И третье, это должен быть продукт, который жизнерадостный, интересный, красивый, для того, чтобы это доставляло радость. И в этом система всей компании. Я вам еще один вопрос. Можно написать абсолютно патриотичный продукт. Ребята, вот. 99% российских. Любые творческие люди, когда начинают делать рестораны, начинают открывать магазины, начинают делать новые продукты, они хотят сделать супер. Они хотят, ну, в принципе, все начинает с идеи, да. А заканчивается все потребностью. Бабу-бабу. Был такой эксперимент проведен. В какую-то дальнюю рязанскую деревню завезли куриные окорочка. Одни сказали, что они нашпигованы химией, потому что этот цыпленок вырос за неделю, да, и там антибиотики, и химия, все. Ну, стоит 5 рублей. А вторые, вот, с фермерского хозяйства исключительно чистые, бегали по траве. Вы думаете, за какую очередь выстроилась? За 5 рублей. Но тот стоил 10, этот стоил условно 5. Брали 5. Пока мы не сломаем менталитет людей, не объяснив им, всегда человек, он должен понимать, что он теряет здесь деньги, но что он приобретает взамен. Опять все-таки вернусь к любимой своей истории мирового, так сказать, продуктового заговора. Алексей, к вам вопрос. По вашим, не знаю, наблюдениям, может быть, вы знаете статистику, вот, ну, грубо говоря, вредных продуктов, где больше все-таки? В какой стране? В России? Или, может быть, за границей? В Израиле? В Германии? Точно не скажет, потому что мы питаемся теми же продуктами, которыми питаются и американцы, и, в общем, нам все это привозят подпольно, полуподпольно, да и наши не отстают производители. Я был на мясокомбинате, где выращивают кур, да, от цыпленка до бройлера проходит две недели, две с половиной недели, то есть он вырастает. Еще до такого, до такого, да? Да, вот прям, мы весь цикл прошли, по времени нам рассказали, все, о две недели. Ну, чуть природе. Это не скрывается абсолютно. Это не скрывается абсолютно. Проводилось экспериментов по комбинации. Берете вы две-три добавки, да, комбинируете их между собой, в результате получается третий. А ты не знаешь, что мы через 30 лет, допустим, следующего поколения. Понятно. То, что пишут, по вашим наблюдениям, то, что пишут на этикетках, на этикетках, насколько это совпадает с реальностью, Михаил, может быть, вашим? Ну, начнем с того, что я подозреваю, что 90% населения этикетки не читает. Что там, не напиши, Е746, Б387. Да ладно, раз продаются, значит, нормально. Я, кстати, как-то год-два назад снимал сюжет на очень известном мясокомбинате. Они сами попросили, посмотрите, какую мы делаем детскую колбасу специально для школ. Посмотрите, как все. И мы снимаем действительно куски мяса, это, это, там что-то они перемешивают. Потом огромный таз, это может быть палитрой, можно рисовать там зеленое, красное, желтое какие-то порошки. То есть можно просто делать какую-то... Радугу можно делать. Они туда это насыпают. Я говорю, а это что? Ну, это, это необходимо, это полезные вещи. Я говорю, то есть мы можем это снять, что вы делаете? Да, пожалуйста. Они не стесняются. И в несчастную колбаску насыпали килограмм 10 какого-то порошка, который... Снимать можете, только не пробуйте. Да, это вот все самые Е500, которые, как правильно говоря, они, может быть, по отдельности и по грамму полезны, но когда это засыпается тазами в детскую колбасу, это подозрительно. Что ни напиши, все равно будут покупать. Дим, скажи, пожалуйста, по твоим, так сказать, наблюдениям, где ловче прячут правду об истинном наполнении товара продуктового? У нас или, не знаю, может быть, где-то за границей? Вот ты задал вопрос, собственно говоря, где люди больше жрут химореактивы, где меньше. Все же мы все уходим, уходим в какие-то частности, в продукты, все остальное. Все начинается, а, первое, с башки раз, и второе, с наличия денег два. Абсолютно верный эксперимент про окорочка. И я его произвожу, что я его вижу в магазине каждый раз. Все начинается с кошелька, поэтому за рубежом, где больше, соответственно, доход, где люди могут позволить печенье за 15 долларов, они, естественно, покупают более натурально. Люди должны иметь возможность заработать как на ту еду за 15 долларов, так и на еду, которая, условно говоря, за 8. Это ключевое. Про экономику и про еду скажу. Вот я, вообще, мое любимое направление мира – это Юго-Восточная Азия. Я там много бывал, если говорить о Китае, то я был в разных точках, например, был в каких-то деревнях, но совершенно богом забытых. И мы идем вечером ужинать в какую-то забегаловку, где сидят местные крестьяне, и нам, и им приносят по 10 блюд. Это как сказать здрасте. Потом только уже еда. Они не могут по-другому. Они не готовят дома, им дорого дома. И потом дома приготовить рис, они должны съесть 4-5 блюд за ужин, потому что иначе это теряет смысл. Все, без исключения все блюда, которые подают, приготовлены только что. Это либо овощи какие-то ошпаренные, какие-то червячки очень милые, какие-то там рыбки, рис и так далее. Все приготовлено свежее, все стоит 3 копейки. Это о чем говорит? О том, что есть просто традиция и культура другая. Но червячки такие хуже и стройные, да? Меня недавно попросили прокомментировать продуктовую корзину. Ну типа вот мы даем такую сумму, невозможно на эту сумму. Российскую продуктовую корзину. Я говорю, вы знаете, я могу так поставить рацион питания, так сбалансировать эту корзину, что у вас еще будет оставаться для того, чтобы собаку кормить из этой корзины, понимаете? И будьте здоровые люди. Второе. Факт, абсолютный факт, ожирение, то, с чего мы начали, это болезнь бедных людей. В свое время в 28-м году в Сенате США рассматривался вопрос помощи афроамериканскому населению, страдающим там в каких-то негритянских районах. И пригласили этих представителей. И когда они вышли в Сенат, сенаторы просто встали, потому что это были очень полные люди. И они говорят, кому мы должны помогать едой? Дело в том, что, правильные слова, не хватает образования, раз, для того, чтобы открыть какие-то книжки, почитать, понять. В телевидении абсолютно отсутствует в вакуум информации. И третье, не хватает денег на то, чтобы купить еду. Слушай, о вас вспомнил еще одну фразу из «Собачьего сердца» легендарного профессора Преображенского. Холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики, да? А перефразируя профессора, хочу спросить, а чем же закусывают красивые, богатые и, главное, стройные люди? Об этом поговорим во второй части программы. Диеты, йога, интенсивные тренировки. Что реально помогает, если вы уже испортили себе обмен веществ? И сможет ли ведущий программы «За границей» похудеть за считанные дни? Это ток-шоу «За границей». Сегодня говорим о разнице в продуктах и диетах в России и за рубежом. И вот если избежать вредных компонентов в продуктах сегодня мало реально, то, может быть, диеты помогут? И прежде чем начать разговор именно на эту тему, хочу познакомить вас с одной прекрасной женщиной, которая сегодня пришла к нам в студию. И вот ее история на экране. Пожалуйста. Проблемы с весом у Елены начались в детстве. Крылатая фраза всех мам и бабушек «пока не съешь все, из-за стола не выйдешь» в семье Елены была строгим правилом, которое имело для девушки печальные последствия в виде лишних килограммов. Выбрав профессию повара, Елена прекрасно понимала, любимое дело может пагубно сказаться на фигуре. Так и произошло. Вес увеличивался, а Лена с ним честно боролась. Диеты, таблетки, консультации врачей, вес уходил, потом снова возвращался. Изнурительная борьба продолжалась несколько лет, пока однажды Елена не встретила своего тренера. Он помог ей не просто избавиться от лишних килограммов, а сумел изменить отношение молодой женщины и к себе, и к жизни. Ну, это просто фантастика. Я смотрю на вот эти прошлые фотографии, Лена, и на нынешние, я не верю. Мне кажется, это разные люди. Сколько вы скинули? 60 килограммов. 60 килограммов. У нас сегодня такое шоу рекордсменов. 70, 60. Скажите, вы сейчас набираете вес? Нет. Как это удается? Потому что все из нас, не знаю, может быть, не все из нас, я про себя точно говорю, вот сколько бы я ни скинул, я все равно потом набираю. Как не набирать? Контролирую, во-первых, и уже за эти два года я привыкла к такой схеме питания, то, что мне лишнее ничего даже уже не хочется. Что за схема-то? Вадим мне прислал каждую неделю список продуктов, которым я питаюсь в меню. То есть просто вот конкретно, да, завтрак, полдник, обед? Нет, он мне писал то, что определенные продукты, а из них я сама уже себе сама готовила, что я хотела. И какой промежуток времени, за сколько вот вам 60 килограммов удалось? 50 килограммов около пяти месяцев скинул с первой, резко все ушло, а остальное все потихонечку уходило. Фантастика. Хочу представить Вадим Бочарников, тренер, врач-диетолог, врач-остеопат. Вадим, скажите, пожалуйста, в чем секрет-то, собственно говоря? Ну, по сути, секрета здесь нет никакого. Все есть в источниках. Если опираться на метаболические процессы, и если их правильно запустить, правильными продуктами, то человека можно пристрастить, то есть он таким способом отвыкает от вредных привычек. Подсадить на здоровые области. Да, здесь сразу же мы вспоминаем слова гостя о том, что углеводное отравление – это очень серьезно. А вот какой все-таки главный принцип? Каков? Нужно есть, грубо говоря, мало, но часто, я там часто встречаю такое, да? Нужно есть определенные продукты. Больше, но хлеба надо. Знаете, давайте я попробую в двух словах сказать. Нами управляют гормоны. И управляют они настолько жестко, что если у женщины выделяется прогестерон, у нее начнется месячный цикл. Если он не выделяется, то хоть танец живота, то хоть аэробика, цикла не будет. Так вот, есть один основной гормон, который способствует набору веса. Гормон называется инсулин. Все очень просто. Уберите этот гормон или чувствительность к нему, и вес набираться не будет. Таких людей полно. Они едят картошку с сковородками, едят торты, все, что сладости, и вот таких… Не понял, как есть картошку с сковородками и не набирать. Да, вот есть такие люди. Полно таких людей, которые говорят, не в конец формы. Потому что их чувствительность к инсулину находится очень высоко. А, то есть это как бы индивидуально. Когда выделяется инсулин до определенного порога, порог это у каждого разный. У одного он внизу, у второго здесь, у третьего здесь. Жировая клетка открывается на вход и закрывается на выход. И при этом вы хоть на аэробике прыгаете, хоть ходите в спортзал, бегаете, что угодно. Она просто не даст выйти жирным кислотам из себя. Так вот, задача снизить пороговое значение вот этого инсулина. То есть мы полнеем не от сладкого и не от жирного, а от инсулина. Ну а как предотвратить-то? А вот выделяется… На пальцах, пожалуйста. Ну хорошо. На пальцах у одного человека это может быть настолько низкий уровень, что вот она смотрит на еду. Помните, как собачка Павлова начинает выделяться слюна? Точно так же выделяется инсулин. Она говорила, была на корпоративе, вообще в рот не взяла, прибавка веса пошла. Понервничала, ничего не ела, а прибавка веса. Другой гормон – кортикостероиды. А вот жиросжигающих у нас всего три основных гормона. И самый главный из них, самый сильный – это адреналин. Вот когда вы ходите на беговой дорожке или бегаете, у вас дыхание, сердце бьется, да? Это работает адреналин. Абсолютно так же действуют, например, какие-то таблетки, в основе которых эфедрина, эфедрина подобная. Они разгоняют адреналин. То есть это лежать на диване, но не бегать. Но при этом может наступить недостаточность адреналина, почечная, напущенковая недостаточность и смерть. Поэтому эти препараты запрещены. В общем, люди, которые нервничают, они не толстые. По идее. Хорошо. Я тут срежал на одном из российских каналов, видел, как вы готовили аджабсандал. Это такая, ну как, острая закуска, да, из печеных на гриле. Баклажанная икра можно, обычная икра. Баклажанная икра, да. Безумно вкусная, но полезная или как она вообще? Ну, конечно, полезная. Полезная? Я не знаю. Печеные овощи на гриле. Без масла, без масла. Любой продукт. Надо уходить опять в химию. Нет, ребята, ну вот честно, любой продукт, любой продукт, вот в таком количестве, это лекарство, в таком количестве, это еще ничего пойдет, в таком количестве. От ведра воды можно ласты склеить. Если вы даже один маленький кусочек сахара возьмете в рот один раз в месяц, или печенюшки съедите раз в месяц, вы не располняете. Но если вы на них подсядете и будете есть их каждый день, вечером смотреть телевизор, вот так, то естественно. Почему я вспомнил про эту передачу, очень интересная, кстати, ну такая достаточно вызывающая, в общем-то, слюновыделение передача была. Мне жутко захотелось сразу. Ажапсандал, ну я подумал, почему Ширвинд готовит именно эту еду? Почему не шашлык? Почему не какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь такой гамбургер, от которого просто можно с ума сойти? Почему именно здоровое? Может быть, родилась у меня мысль в голове, может быть, человек худеет. Вы вот худеете... Я всю жизнь худею, все никак не могу это сделать, но... Видно, не очень хочется. Нет, я бросил курить, к чему всех призываю. Я не курю уже 7 лет и прибавил. Ну, сейчас пытаюсь вот за счет такого рода продуктов, причем это блюдо для... из нашего кафе. Икра из синеньких. Ведь синенькие... Я недавно узнал, почему в Одессе баклажаны называются синенькие. Они же не синие, они же черные или как-то фиолетовые. Оказывается, синий на иврите это китайский. И когда видели впервые, думали, что это китайские продукты. Вот так они в Одессу пришли с иврита как синенькие. То есть они на самом деле чиненькие, да? Чиненькие, да? То есть как синенькие. Понятно. Ну, то есть вы... у меня вопрос-то такой. Вы когда-нибудь жестко худели вот так, чтобы раз и сбросить очень много? Я худел когда-то, когда я пришел в театр Райкина. И мы там надо было в хорошей форме. Это было 156 лет назад. И я тогда... Вы неплохо сохранялись. ...худел на американской диете. Была очковая диета. Сейчас она... Потом она стала называться кремлевская. Когда каждый продукт стоит сколько-то очков. Самое страшное было сахар. Сахар, самый страшный был рис, а кусок свинины, условно говоря, в день можно съесть 40-60 очков. Кусок свинины 10 очков, один кусочек сахара 40 очков. Ага. Вот я на ней похудел довольно... На сколько? На килограмм на 10. На 10. Я к чему-то спрашиваю. Вот смотрите. Я просто лично встречался с таким опытом, когда люди вот на очковых, она же кремлевских, да? Она же кремлевская диета. Или есть такие бессолевые, так называемые японская диета, когда за две недели ты не ешь практически соли. Там тоже очень строгий регламент продуктов. И люди сбрасывали очень много. Там от 10 до 15 килограммов кто-то больше. За две недели всего лишь. Насколько опасно вот такое жесткое похудение? Пишет девочка на форуме. Вы знаете, я придумал диету. Дальше перечисляется диета. Неважно какая. В результате чего я похудел на 10 килограмм всего за 4 дня. Ее там супер одолевают. Пришли мне, я хоть за деньги у тебя готова купить. А через два дня она пишет, ну вот у меня еще почки отвалились, волосы выпали, я никогда больше не буду матерью. Что ж ты сразу нам не сказала? Поэтому прежде чем садиться на любую диету. Но это не шутко, это правда же, да? Это опасная штука. Потому что белковые диеты, очковая диета Аткинса считается самыми эффективными диетами на Земле. Но они и самые опасные. Благодаря тому, что люди не могут четко рассчитать количество этого белка. Ведь вся проблема, что борется с весом, вместо того, чтобы бороться с причинами, которые... С первоисточником. Точно. И у нас 33 раза за свою жизнь по статистике женщины садятся на эти диеты. Это как 33 раза грабль бьют по башке. И я думаю, ну где же женская интуиция, прозорливость? Кстати, мы посчитали тут ради интереса, что на все вот эти препараты, которые продаются жиросжигающие, тратятся деньги больше, чем на курс похудения в любой московской брендовой клинике. Хорошо. Хочу представить вам еще одного моего гостя. Это мой коллега, телеведущий Владимир Щеглов. Володь, привет. Володя не стал наводчиться, сразу взял быка за рога. И его программа так и называется «Самая полезная программа». Давайте посмотрим отрывочек из нее. Я похудел на 20 килограммов и продолжаю делать это и дальше. Таким я был еще 3 месяца назад, а теперь стал таким. Тоже хотите похудеть? Я знаю, что да. Сейчас все расскажу. В эфире «Самая полезная программа». Я, Владимир Щеглов, ничего не понимаю. Науки, идеи, во всех этих фиксментах. Но как человек дотошный, очень хочу во всем разобраться. Шаг за шагом. Вместе с вами. 20 килограммов. Уже 24. Уже 24. Ну, скажи, скажи, в чем секрет? Как ты похудел? Вы знаете, вот самая главная проблема для меня, как для мужчины, который пока еще одинок. Такая самореклама, тем не менее. Пока. Все-таки все диеты расписывают в граммах. Сколько нужно граммов белков, сколько нужно граммов углеводов. Мне, как человеку, очень редко готовящим, это сложно. И мой тренер, который является диетологом, расписал мне именно количество продуктов, которые я должен съедать. Скажи, как выглядит, например, сейчас твой рацион питания? Вот в день. Прямо перечисли. Я думаю, что ты его знаешь наизусть. Я с утра просыпаюсь. Самое главное, что я начинаю есть. Если я в 6 встал, значит, первый прием пищи – это именно в 6 утра. Это у меня идет… А сейчас овсяные хлопья, полная тарелка с обезжиренным молоком и белковый омлет. И каждые 3 часа я продолжаю подключать все новые продукты. То есть я ем каждые 3 часа. Это литр обезжиренного кефира, 2 яблока через 3 часа. Дальше 200 граммов мяса, 100 граммов гречки. Еще через 3 часа снова 200 граммов мяса, 100 граммов гречки, плюс орехи добавляю. И вечером 200 граммов обезжиренного творога. Я так питаюсь каждый день. Голодай, не голодай, а кушать хочется всегда. Вот о еде, а с большой буквы мы поговорим в третьей части программы. Не переключайтесь. Секреты полезного и изысканного питания. Сможет ли ведущий программы «За границей» похудеть за считанные дни? Вы смотрите программу «За границей». Сегодня говорим о питании в России и за рубежом. Чем отличаются традиции и где вообще продукты полезны? Дим, скажи, пожалуйста. Дело в том, что мы осознанно избегаем одну очень важную вещь. Мы ходим вокруг вкусной и здоровой пищи. Вот если мы добавили третье слово «дешевое» или там условно «и сколько она стоит», вот здесь возникли противоречия. Это, как говорится, нам нужно сделать быстро, дешево и качественно. Оставь всего два слова. Ты можешь на 10 долларов купить себе несколько булок хлеба и наесться, и считать себя, что ты, в принципе, наелся. А можешь представить себя таким, каким ты визуально хочешь выглядеть завтра, и, соответственно, ты не съешь эти 10 булок. Ты купишь один карачок какой-то, там пожаришь курицы, и купишь два огурца. И ты начинаешь их понемногу есть. Поэтому здесь, в принципе, в одно и то же ограниченное количество денег ты можешь вложить совершенно другие продукты. Причем мы говорили в самом начале, корзину питания любую можно сбалансировать так, что вы будете наедаться в этом большом количестве. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот послушайте, сейчас нас сидят, смотрят простые люди. Да, простые. Которым вот до продуктовой корзины, до проблем правительства российского, до маленьких зарплат, ну скажем так, им вообще в Нью-Йорке далеко. До 100 долларов зарплаты им далеко. От вас сейчас хотят услышать, чего есть. Рис. Рис – это великая вещь. Если его правильно приготовить, как вся Юго-Восточная Азия это делает, пожарить чеснок, немножко перца, чуть-чуть специй и обжарить это с рисом, это можно есть, но это стоит 3 копейки. Это фантастически вкусно. И если туда не добавлять, как мы любим, мясо и те же ваши пресловутые окорочка, у меня дрожь берет от этих, мы же никто ни разу не сказал о сочетаемости продуктов. Вот я и говорю, что с чем нельзя-то. Если самое страшное, на мой взгляд, это бутерброд с колбасой. Докторская, такая вкусная. Все в нем плохо. Чайко! В нем хлеб, масло и колбаса. Хорошо. Сочетание. Колбасы можно кусочек съесть, но без хлеба. То же самое, если отдельно, я не знаю, что скажет диетолог. Паш, я, к сожалению, не диетолог. Не сюда вопрос, я понял. Как говорила моя прабабка, которая дожила до 89 лет, ешь пока рот свеж. Когда завянет, никто не заглянет. Понял. Саша, какое-нибудь блюдо, вот ваше фирменное, вкусное, недорогое и главное здоровое. Домашняя история, вот мы как раз говорили о хумусе. Вот хумус, это вот нут, просто перемолотый, немного тахини, если есть здесь в городе и так далее, и много овощей. То есть для меня вот огурец, помидор, который я покупаю только на рынке, который абсолютно натуральный, который в отличие от американского органика, он у меня ровно живет 3 дня и не больше. Он недорогой, абсолютно недорогой. Я не буду тебя расстраивать по поводу, откуда приходят огурцы, не буду. Хорошо. Вот хочу поделиться своим опытом. Будучи однажды в Соединенных Штатах, познакомился с королевой, с королевой красоты. Помните, была такая, да, Маша Калинина, первая советская красавица. Так вот, она меня просто поразила тем, как изменила свою жизнь. Она из королевы превратилась в волшебницу здорового образа жизни. Внимание на экран. Это самая знаменитая в Лос-Анджелесе школа йоги. Здесь все ищут внутреннюю красоту. Но интересно, хоть кто-нибудь знает, что вот эта девушка, та самая Маша Калинина, первая королева красоты Советского Союза? Она не постарела, просто изменилась до неузнаваемости. На родине бы сказали, кожа до кости, но при этом глаза светятся каким-то нездешним огнем. Уж не все, кто ли затянули американцы нашу Машу? Нет, это сикхи. Сикхи – это значит искатель правды. Здесь она не столько красавица, сколько спортсменка и строгий тренер. Глаза не закрываются. Паш, держи глаза открытыми. Не сачкуй. Голова кружится. Голова кружилась, да? Бывает. Среди ее учеников есть и американцы, но в основном это выходцы из России. Калинина считает не случайно. Ведь если присмотреться, движения в кундалини-йоге до слез напоминают зарядку в пионерском лагере. Терпать убийство, насилие. Я сразу пошла в йогу каким-то образом. Меня буквально силой понесли туда. Я начала чистить свой организм, перешла на какое-то вегетарианское питание, чуть ли не на сыроедение. С едой у Маши вообще очень непростые отношения. Да, Лена. Ой, нет, спасибо большое, но я не ем сладкого. Еще она категорически не ест ни мясо, ни даже рыбу. Вид обыкновенной рыбалки зовет ее в бой. Зачем вот этим заниматься, я не понимаю. Да маленькая рыбка вроде не жалко. А когда большой зверь, еще более жальше становится. То ли местный рыбак понимает по-русски, то ли трофей несерьезный. Но рыбку он отпустил. Вот это, понимаешь, поступок. Машин-день начинается часа в 4 утра с медитации и шума соковыжималки. В Аверже не жалуется, он привык к этому. Очень поддерживал мои медитации всегда. То есть молодец. Здесь, когда я в себе разобралась и поняла, что происходит без этой постоянной суеты и паники, которая есть в Москве. Защитница животных и искатель правды свой путь к храму пока только ищет. Я уважительно отношусь как к всем религиям, потому что я понимал принципы религии. То есть это любовь, благость, радость. Почему я вспомнил Машу Калинину? Расскажу вам. Эта история на самом деле слегка мистическая. Вот послушайте. А когда мы прилетели в Соединенные Штаты, то понимаете, да, вот этот джетлэк, перелет, организм хочет спать. Я не мог открыть глаза. Правда, на съемке все время засыпала. Она мне сказала, подожди, мы сейчас сходим с тобой в кришнаитскую столовую, вегетарианскую. Ты поешь и увидишь, что с тобой будет на утро. Вот честно вам признаюсь, не преувеличиваю, на утро я был готов скакать, как мячик, от пола до потолка. Я спросил у Маши, почему это происходит, почему так-то? Она говорит, ну понимаешь, во-первых, ты не ел мясо, и организм не затратил огромного количества энергии на его переваривание. Это первое. И второе, эта еда была правильно, скажем так, заряжена, потому что над ней читали определенные мантры. Ну как их не назовут, там молитвы, произносили особые слова. Вот это мистика. Можно ли так зарядить еду, поговорить с ней, поставить ей Чайковского, что она из неправильной станет правильной? А потом ее убить. Зашибись. Убить в себе, да? Нет, почему? Ну вот ваше мнение. Можно реализовать? Конечно, можно. У меня играет американская музыка 60-х годов, Фрэнк Синатра, Парикома, Дин Мартин. И хумус просто поднимается, серьезно. Он становится такой горкой. А на русских народных? Нет, на русских народных опадает. Ну вы не шутите сейчас. Серьезно. Прямо поднимается? Да. Я точно знаю, что перед едой нельзя смотреть наше телевидение. А больше. Особенно некоторые каналы. Хорошо, можно, можно на самом деле. Нет, мне кажется, это все, вот как бы продолжение, это все происходит только в голове, и все это ощущение того, что... То есть если тебе сказали, вот ты завтра будешь прыгать как мячик, ты прыгаешь как мячик? Конечно, конечно. Если Маша до этого провела беседу соответствующую, она объяснила, что этому верят многие люди, ты автоматически, физически начинаешь прислушиваться, обдумывать, да, возможно, она выглядит худой. Если это так, и она бодра, значит, это как-то переложится на меня. Это мой опыт, правда, я не придумал. Вам можно добавить в эту еду одну маленькую травку, которая содержит одно химическое качество, которое они даже не знают. И вы будете прыгать не то что казачьи, как хорошая кенгуру. По всей Америке от начала до конца. Я вот думал, как же поэффектнее закончить эту программу, и решился на небольшой эксперимент. Надеюсь, для вас это станет сюрпризом. Внимание на экран. Кто, если не я, руководствуясь именно этим принципом, я решил поставить эксперимент по похудению именно на себе. Тем более, признаюсь вам честно, за время напряженного летнего отдыха в некоторые свои эфирные костюмы я перестал влезать, особенно в районе талии. Итак, до времени эфира этой передачи, которую вы сейчас смотрите, остается всего лишь 6 дней. Можно ли похудеть за это время? Посмотрим. Ну что же, помочь в этом экстремальном эксперименте я попросил известного врача-остеопата, диетолога и тренера Вадима Бочарникова. Вадим, привет. Добрый день, пожалуйста. С чего начнем? Ну, мы начнем за 6 дней сбрасывать максимальную зону брюшной полости. Основная, как я вижу, зона, где находится скопление жировой прослойки, это брюшная полость. Начать надо будет с диеты. Мы сбрасываем за 6 дней и будем использовать какие-то тренажеры и занятия дома. Ну что, с чего начнем-то? Первое действие какое? Начнем с... Мы замерим образ брюшной полости. Вот сейчас здесь мы увидим 109,5 сантиметра. 109,5 сантиметра. Уйдет много жира, который находится в межтканевом, и брюшная полость убавится примерно на 10-15 сантиметров за неделю. Смотри, ты обещал. Контрольный замер в начале пути. Хорошо. Итак, что я должен есть? Мы будем есть те продукты, которые ускоряют метаболические процессы. Это основные продукты, как мясо, яйца, молочные продукты, также клетчатка, зерень. Наш организм начнет работать быстрее. Второе питание мы кушаем каждый третий день. Здесь будут исключаться полностью жиры, полностью белки, и мы будем получать только растительные продукты. Ну, что же ждет меня по питанию? Не скажу, что эта диета какая-то особо голодная, но и нелегкая. Оглашать ее не буду, потому что это исключительно персонифицированная диета. То есть Вадим, мой тренер, разработал ее специально для меня, и для кого-то другого она, может быть, просто не подойдет. Поэтому перед тем, как худеть, обращайтесь к диетологу лично. Диета диетой, а что насчет физических упражнений, Вадим? Они обязательны или нет? Физические упражнения не обязательны на самом деле, но мы будем делать. Вес должен быть небольшой, около 7 подходов, по 20 повторений, с отдыхом 30-40 секунд. Сокращения более короткие. Я думал, будет хуже. Нормально. Помедленнее делаем. Все прекрасно. Совершенно не представляю, чем закончится этот эксперимент. Знаю только одно. Меняться в лучшую сторону никогда не лишнее и никогда не поздно. А там, глядишь, так понравится, что через некоторое время буду выглядеть, ну, вот как-нибудь так. Итак, эксперимент прямо в студии. Клянусь, не готовился. Давай. 110. 105. 105. Yes! 4 сантиметра. Вадим, спасибо огромное. Значит так, смотрите, было 109-105. Я честно признаюсь, я не выдержал 6 дней. Я всего лишь 4 дня активно худел по предписанной диете и качал пресс. Значит, за 4 дня минус 4 сантиметра талии и минус 3 килограмма. Я сегодня утром взвешивался. Бурные аплодисменты, пожалуйста. Короткий вопрос ко всем моим гостям. Можно ли питаться вкусно, полезно и дешево? По-моему, понятие вкуса, оно определяется каждым человеком. Одному вкусно одно, второму второе. А то, что питаться дешево, наверное, можно. Люди живут во всем мире и как-то питаются. Можно ли питаться вкусно, полезно и дешево? Я думаю, что абсолютно да. И это еще так же должно быть и красиво, и легко. В принципе, это можно сделать. Хорошо. Ну, про вкусы не спорят. Эту категорию я бы вынес. А возможно ли питаться дешево и полезно? Это не так уж просто, потому что слово дешево не очень понятно. Его надо расшифровывать в цифрах. В России это становится сложнее и сложнее. Но в целом это возможно. Вот можно ли питаться вкусно и полезно и дешево? Я даже скажу, где. Любая еда вредна. Лучше без нее обойтись, наверное, пить воду и из воздуха что-то в себя вбирать. Праной, праной, да? Праной, да. Манной небесной, что-то, кстати, тоже вредно. Все это индивидуально, на самом деле. Как ты себя спозиционируешь, так можно похудеть, действительно, поедая хлеб, наверное. Но если, опять же, не класть на него колбасу. Что ж это за бутерброд? Самого святого вы нас потапелька лишаете. Да, абсолютно. Это жесть какая-то. А еще маслица там. Хотя профессор Преображенский и не был диетологом, все-таки к еде он относился не менее трепетно, чем к науке. Помните его совет? Не читайте советских газет перед едой. Ну, может быть, это теперь верно и по отношению к телевидению. Тем не менее, я надеюсь, что нашей нынешней передачей мы не испортили вам аппетит и помогли задуматься о своем рационе, а значит, и своем здоровье. Будьте здоровы, приятного вам аппетита. Я Павел Селин, ток-шоу «За границей». Увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...